Выбирая частную школу для своего ребёнка, родители отдают предпочтение более комфортным и безопасным условиям, в которых проходит учёба. Также частная школа даёт возможность приобрести более глубокие и расширенные знания, поэтому к преподавательскому составу здесь предъявляют особые требования. Учителя должны владеть различными новаторскими методиками обучения, уметь самим легко обучаться и пользоваться современной техникой. Кроме общего среднего образования, в частных школах, как правило, дети получают дополнительные навыки. Это углублённое изучение языков, занятия спортом, музыка, рисование, танцы и так далее. Сколько же стоит учёба в частной школе? Цена, на которую влияет совокупность всех перечисленных факторов, может варьироваться в пределах от 4 до 40 тысяч гривен в месяц. Так, одной из самых дорогих является Киевский международный лицей «Грант». Здесь за каждый год учёбы ребёнка родители платят по 12 800 евро, плюс единоразовый вступительный взнос в размере 1 000 евро. Это одна из самых престижных школ Украины, где учатся в основном дети политиков, бизнесменов, звёзд культуры и спорта. В лицее изучают английский, немецкий, французский и японский языки, учатся музыке, верховой езде и другим видам спорта. Кроме основной школьной программы, лицеисты изучают такие дисциплины, как уроки богатства, харизмы и личностного роста. Также среди ценовых лидеров находится Александрийская гимназия, которая позиционирует себя как школы интеллектуальной элиты. Год учёбы здесь обходится в 275 000 гривен, а вступительный взнос составляет всего 18 000. К среднеценовым частным учебным заведениям Киева можно отнести Европейский коллегиум, который позиционирует себя как школы для одарённых детей. Школа имеет два корпуса и детский сад. Здесь учёба обходится от 11 200 до 16 000 гривен в месяц. При этом питание оплачивается отдельно. О качестве образования в этой школе свидетельствуют высокие результаты среднего балла ВНО её выпускников. Второе место по количеству частных школ занимает Одесса. Здесь ценовая политика несколько отличается от столичной, но также имеет свою градацию. Так, учёба в школе IT Step School от компьютерной академии ШАК обходится в 17 000 гривен в месяц. В школу принимают детей с 5 по 11 класс. За учёбу ребёнка в частном школе лицеи Черноморский родители платят по 14 700 гривен в месяц, а в частной школе Крок первой и второй ступени – 13 900 гривен в месяц. В 13 400 гривен в месяц обходится учёба детей в младшей школе Star Time Private School, специализирующейся на развитии творческих способностей детей. Одна из первых частных школ в Одессе – гимназия МРИА – относится к среднеценовой категории. Учёба здесь стоит по 11 800 гривен в месяц. При этом дополнительно необходимо оплатить вступительный взнос в размере 1000 условных единиц. К этой же ценовой категории можно отнести открытую европейскую школу. В месяц тут платят от 11 500 до 12 500 гривен. Питание оплачивается отдельно. По 11 700 гривен в месяц за обучение платят родители учеников недавно открывшейся Международной академической школы Одесса. Несмотря на среднюю стоимость, в материально-техническом плане этот образовательный комплекс во многом превосходит другие школы города и страны. На площади 22 000 квадратных метров расположился четырёхэтажный учебный корпус с большими просторными классами, спортивный комплекс, бассейн олимпийского стандарта на шесть дорожек, бассейн для детей и младших классов, современный киноконцерт-холл и школьное кафе. Кроме того, на территории школы завершается строительство ещё одного крытого спортивного комплекса, что позволит заниматься детям на свежем воздухе. Все классы здесь оснащены современными интерактивными дисплеями. В Международной академической школе Одесса уроки шахматы, занятия в бассейне входят в обязательную программу и являются бесплатными. В школе установлены 240 видеокамер ночного видения с функцией обнаружения лиц. Для входа в здание предусмотрены специальные бесконтактные карты. Школа имеет полностью автономное обеспечение, 12-модульную газовую котельную и более сотни солнечных коллекторов. Стоит также отметить, что в то время, когда в Минобразование сегодня только предлагают внести обязательными уроки по морали, в Международной академической школе Одесса дети уже факультативно изучают христианскую этику, воспитываются в духе уважения к православным ценностям. Этому способствуют построенные на территории школы два храма – Сергия Радонежского и Иоанна Богослова. В Днепре, Харькове, Львове выбор частных школ немного меньше, но все же есть. В частном лицее Девосвит во Львове, кроме основных предметов, дети изучают журналистику, учат иностранные языки, занимаются саморазвитием и тренируют лидерские качества. За месяц учебы в средней школе родители здесь платят по 8,5 тысяч гривен, а школа Дружня Додытыны обходится родителям маленьких львовян по 11 тысяч гривен в месяц. В такой же ценовой категории работают школы Днепра и Харькова. Некоторые частные школы имеют свои филиалы в разных городах. Так, частная школа Сенглобал насчитывает в Украине 25 филиалов. В зависимости от локации обучения в этой школе стоит от 60 до 127 тысяч гривен в год. Выбирая частную школу для своего ребенка, следует обращать внимание не только на внешние условия, но и ожидаемый результат. Такая школа должна давать намного больше, чем обычная, государственная. Она должна идти в ногу со временем и при этом всегда быть на шаг впереди. Частная школа должна быть по-настоящему школой будущего, которая будет растить и воспитывать юных граждан нашей страны, давать им не только общее знание, но и способствовать всестороннему формированию личности, в том числе духовному и нравственному, открывать широкие перспективы и возможности для дальнейшего получения высшего образования и престижной востребованной профессии. Именно такой результат должны гарантировать частные школы. И тогда потраченные средства на годы учебы своего ребенка будут полностью оправданы.